Европа сократила импорт российской нефти в 10 раз. В Москве остались только Индия и Китай. Половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году ушло в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы сократилась в 10 раз, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Навак, сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters, основными партнерами в нынешней ситуации являются Китай, доля которого выросла примерно до 45-50%. И, конечно, Индия, сказал Навак, курирующий энергетический сектор России, по его словам, раньше поставок в Индию практически не было. За два года общая доля поставок в Индию достигла 40%. Навак добавил, что доля Европы в экспорте нефти из России упала примерно до 4-5% с примерно 40-45%. Экспорт российской нефти. Доходы от экспорта нефти являются основой для российского бюджета и позволяют поддерживать военную экономику Москвы. ЕС запретил импорт из России сырой нефти, доставляемой морским путем, и очищенных нефтепродуктов. Последствия запрета на нефть для России значительны. Около половины ее совокупного экспорта нефти направлялось в ЕС. В 2021 году ЕС импортировал нефти на сумму 71 миллиард евро, сырую нефть – 48 миллиардов евро, и продукты нефтепереработки – 23 миллиарда евро, из России. Потеря этого ведущего прибыльного рынка имеет значительное структурное влияние на Россию, бюджет которой в значительной степени зависит от данных нефтяных доходов, в то же время, индийский маршрут – один из самых прибыльных российских маршрутов торговли нефтью с момента введения западных санкций, сталкивается с серьезной проблемой из-за проблем оплаты в валюте, отличной от доллара, и не имеет краткосрочного решения. Ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, введенный в декабре прошлого года, сократил доходы Кремля на 14%. Анализ Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха – CREA, показывает, что последний год ценовой потолок обошелся Кремлю в 34 миллиарда евро доходов от экспорта, что эквивалентно примерно двухмесячным доходам.